Всем привет! В данном видео хочу вам показать, где в игре Гритфу находится легендарное оружие. В комментарии под видео оставлю вам тайминги, пройдя по которым вы сможете выбрать именно то оружие, которое вас интересует. С кемета вы найдете локации берег больших костей. Он находится за разрушенным мостом, где вам потребуется 2 очка энергичности, чтобы его перепрыгнуть. Вы можете получить плюс 1 к энергичности, улучшив свой костюм у кузнеца. Для этого вам нужно будет выбрать данный слот и ставить в него любое улучшение, которое дает плюс 1 к энергичности. С кемета является одним из самых лучших легендарных оружий в игре, так как он имеет очень низкий порог ловкости и имеет 2 слота под улучшение. Если мы возьмем 2 фиолетовых улучшения на урон, то мы сможем достичь показателя 409 физического урона. Можно взять также улучшения на пробиваемость брони и на глушение, но против боссов эти улучшения не очень хорошо годятся, поэтому лучше всего взять улучшения на физический урон. Ятагану можете получить выполняя квест Тайны Древних Руин. Ветки основных квестов Древняя Тайна. Меч находится в локации берег больших костей. В этом месте. Меч охраняется от него с рабочих мини-боссов. После убийства боссов нужно будет обыскать сундук, где вы найдете данный меч. Большой серп вы сможете получить в локации, которая откроется во время выполнения квеста «Погоня за Тернахард». Этот квест можно взять практически в начале игры. После первого посещения хикментов дадут квест «Научная экспедиция», после этого поиски панацеи и следом будет идти наш квест «Погоня за Тернахард». Серб находится в локации «Погоня за Тернахард», лес Древних. Под локацией проход между корней. Под локацией проход между корней ваш путь будет пролегать прямо по этому маршруту. Здесь будет мост, где вам потребуется либо два энергичности, чтобы перепрыгнуть, либо обходить его справа. Под локацией проход между корней ваш путь будет пролегать следующим образом. Здесь будет мост, который вам нужно будет перепрыгнуть, имея два очка ловкости. В под локации проход между корней ваш путь будет пролегать следующим образом. Здесь будет мост, где вам потребуется два энергичности, чтобы перепрыгнуть его. Если у вас нет, то вы пойдете этим путем. Серб находится в самом углу, в этом месте. Большой дуэльный фламбер входит в состав сета майорской брони, которая разделена на две части. Первая часть находится в локации «Магасвардолина Великой Битвы», недалеко от лагеря у дымящейся реки. В этом месте. Здесь вы встретите побочного мини-босса, который охраняет первую часть данного сета. После победы над боссом вам нужно будет обыскать тело человека, которое находится в воде. При нем вы найдете первую часть сета и ключ. Вторая часть сета вместе с мечом находится в этой же локации, недалеко от лагеря у застава Мострового Альянса. Здесь вам потребуется подняться на самый верх этого строения. У данного меча есть два слота под улучшение. Легкая шпага находится в локации Виншагана «Поющие воды», в этой части, возле большого дерева. Здесь вы встретите разбойников, которые будут над головами черепа. То есть это очень серьезные враги, которые владеют ко всему прочему магией. После убийства разбойника вам нужно будет оббежать камни и найти сундук, который прикопан на земле. Здесь вы найдете шпагу. Легкая шпага обладает двумя слотами под улучшение. Вы можете оставить два филиатовых улучшения на повышение физического урона и получить физический урон равен 384 очка. Жертвенный меч вы сможете получить, выполняя серию побочных квестов «История Телемы», а именно квест «По стопам Святого Матеуса». Данный меч находится у мини-босса локации Ведвилви, недалеко от лагеря у Кусанигад. В этом месте. Проход данной локации откроется во время квеста «Борословские споры». До этого тут будет валун, который перекрывает проход. А во время квеста «По стопам Святого Матеуса» здесь появится мини-босс, в котором находится меч. После убийства босса меч автоматически переместится к вам в инвентарь. Саблю людей с моря вы сможете получить двумя способами. Первый способ – это выполнить два квеста «Лесозаготовка» и «Цена крови». Квест «Лесозаготовка» выдаст вам человек в деревне Вигилия. В этом месте. Вот этот человек. Если вы завершили квест основной сюжетной линией «Испытание водой» и начали квест «По стопам Вихронного Короля», то квест «Лесозаготовка» будет провален. И вам нужно будет брать квест «Цена крови» напрямую у Дункаса, который находится в этой точке. Сабля находится в локации «Квенварь. Высокие деревья». В этом месте. Здесь вы найдете сундук, для которого нужно два очка навыков злом. Мушкетон Асили вы сможете получить во время выполнения третьего задания «Опыты Доктора Асили» из линейки квестов «Во имя науки», которая будет вам выдавать на месте Хикмита. Во время третьего задания вам нужно будет победить Доктора Асили в его комнате. Тут же находится сам мушкетон в одном из сундуков. Большую саблю с востока вы сможете получить после достижения дружеских отношений с фракцией «Навты». Для этого вам нужно будет прийти линейку квестов «Отмирала Кабрал», которая находится в порту в городе «Новая Сирена». Доступ к данным квестам откроется после выполнения сюжетного квеста «Измена». Эспадрон Мертвого Короля вы сможете получить после победы в пятом бою на арене «Монетной Стражи», которая откроется вам во время прохождения квеста «Начинающий Торговец», который выдаст вам этот островитянин в локации «Новая Сирена». В этом месте. Во время прохождения квеста «Начинающий Торговец» вы придете на арену «Монетной Стражи» в локации «Казама Монетной Стражи» примерно в этом месте. После первого посещения арены вы можете проходить пять боев в любых локациях независимо от того в «Новой Сирене», в «Хикмете» либо в «Сан Матеусе». В каждой «Казаме Монетной Стражи» есть арена. И все они связаны. Вы сможете пройти первые два боя, допустим, в «Новой Сирене», а остальные закончат в «Хикмете» либо в «Сан Матеусе». Не имеет значения. После пятого боя вам выдадут сразу же данный меч, который окажется у вас в инвентаре. Молот забытого бога вы сможете получить после достижения симпатии с фракцией «Монетная Стража». Данный молот является одним из самых лучших оружий в игре, так как у него очень низкий порог силы всего лишь два очка. У этого молота есть два слота под улучшение. Если вы ставите у него два фиолетовых улучшения на пробиваемость брони плюс 30 очков каждое, вы получите пробиваемость брони 99 очков, что позволит вам буквально с нескольких ударов снимать всю броню даже с самых тяжело бронированных противников. В игре можно получить и второй молот забытого бога за достижение дружбы с фракцией «Монетная Стража». То, как получить второй молот, я напишу в конце описания под видео, так как оно будет содержать небольшой спойлер основного сюжета. Большой секач выдается вам после достижения дружбы с фракцией «Труговое Содружество». В начальных версиях игры получить Большой секач было невозможным, так как фракция «Труговое Содружество» не выдает никаких побочных миссий и сменение репутации происходит только во время выполнения сюжетных заданий. В одном из патчей это исправили и теперь Большой секач можно получить перед началом квеста «Испытание водой». Удивение на «Трагинский» «Звездание водой». «Пые�ание водой».